Татьяна в квестах, которые организовывают волонтёры Победы, участвует часто. В прошлый раз заняла первое место. Нынешний квест посвящён Сталинградской битве. Задача установить правду о том, как же проходила Сталинградская битва, о настоящих героях. И они должны противостоять пропаганде западных СМИ, то есть переписыванию истории. Такой квест в Севастополе проводят впервые. По легенде, каждый из 60 участников – современный журналист. Я принимаю участие, потому что мне это интересно, я интересуюсь этим. Это очень увлекательно. Получают маршрутные листы и бегом. Впереди шесть площадок. На них можно и знания в дешифровке проверить. Получается, мы берём коробочку. Тут у нас нумерация. Мы накладываем на сам листик. И вот получается нумерация. И конструкторские навыки. На этой локации по схеме строят мост без единого гвоздя. Ну и самых интересных заданий квеста. Нужно соорудить носилки для раненого солдата из подручных средств. Для этого у участников есть две палки, канат и специальная схема. Ребят, скажите, сильно сложное задание? Нет, задание на самом деле сложное. Но дело в том, что человек в эксперимальной ситуации сразу находит выход. На каждое испытание отводится по 10 минут. Но решающий момент не скорость. Баллы выставляют за качество и за смекалку. Попадая на эту локацию, участники из простых карандашей должны соорудить катапульту. А с помощью резиновых снарядов разбомбить танки противника. Оружие из канцелярии здесь соорудили уже до меня. Попробую хотя бы попасть по вражеским танкам. Каждую площадку назвали именем героя Сталинградской битвы. Легенда патриотической игры основана на реальных событиях. Настоящими историями делились ветераны. Свои знания проверили и из катапульты постреляли Юлия Ефремова и Сергей Котлиренко. Информационный канал Севастополя.